Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я, наверное, уже недели две хожу и постоянно думаю, как бы вам так поинтереснее показать классный соус на основе темного пива. Показать так, чтобы вы обязательно захотели его повторить. Прикидываю так, эдак. Думаю, все равно нужно готовить какое-нибудь мясо. Нужно его фоне демонстрировать этот соус. И вот вчера в магазине отхватил классные свиные котлеты на косточке. Смотрите, какая красота. Со шкуркой, с тонким слоем жирка. Ну, думаю, даже если с таким мясом вас соус не заинтересует, значит вас уже ничем не пробить. Итак, для соуса нам понадобится лук, морковь, сельдерей, перец острый и сладкий, лимон, апельсины, вийный уксус и темное пиво. Пиво, как видите, специально запаковал в бумагу, чтобы не заниматься рекламой какой-нибудь отдельной марки. Мне в сегодняшнем соусе нравится темное пиво с насыщенным вкусом, с уклоном в сторону сладости. То есть не в сторону горечи, а более сладкое. Вы же выбираете на свой вкус. Итак, поехали. Для начала нарежу овощи кубиком. Довольно мелкие. Что касается формы и крупности, важно, чтобы овощи были нарезаны одинаково. Тогда и обжарятся они более-менее одновременно. Соус может подаваться как вместе с вот этой вот овощной составляющей, так и без нее. Поэтому, если не собираетесь его отбрасывать на душевак, нарезайте аккуратно. А я собираюсь овощную составляющую по завершении приготовления соуса отделить, отбросить. Буду без нее подавать. Про дефектности подачи. То есть мне хочется получить такой густой, однородный, такой шелковистый соус. Обжаривать это буду на растительном масле. У меня оливковое. Так. И теперь овощную смесь. И пока она обжаривается, дорежу имбиря. С ним главное не переборщить. И знаете что? Если найдете темное имбирное пиво, то с ним соус будет, наверное, еще лучше. И не забывайте помешивать. Отлично. И имбирь сюда же. И опять перемешать. Все. Пусть обжаривается, пусть луковый и морковный сахара превращаются в карамель. Кстати, для ускорения процесса добавлю сюда еще сахара. У меня коричневый. Но можно использовать и белый. Жарить надо до мягкости. Чем лучше, чем сильнее прожарите, чем лучше закремелизуете овощи, тем ярче будет вкус соуса. Ну, конечно, следите, чтобы ничего не сгорело. Так, что касается гарнира. Я собирался подавать картошку и яблоки. Будет у меня свинья в яблоках. Было бы неплохо, конечно, вообще жареную картошку к этому блюду подать. Но нет. Я сделаю по-другому. Проколю шкурку в нескольких местах зубочисткой. Вот так. Накрою тарелочкой. И отправлю в микроволновку. Она получится, по сути, вареной в мундире. Но, если у вас в микроволновке нет, не морочите себе голову. Просто отваривайте в воде и все, как обычно. Или вообще какой-нибудь другой гарнир в сфарганте. Что тут с овощами? С ними отлично. Красота. Самое время добавить пикантности. За пикантность сегодня у меня будет отвечать перец чили. Без семечек. И испанский ньорос. Если у вас ньоросов нет, ищите подкопченную паприку. Если подкопченной паприки нет, то берите обычную сладкую. Его тоже порежу небольшими кусочками. И перцы тоже к овощам. Вот так. И сразу же добавлю душистого. Немного. И перемешать. Сейчас перец немного прогреется, пропитается маслом. И можно будет продолжать. Картошка готова. Тарелки при таком способе тоже нагреваются. Потому что картошка влагу. Люди пары выделяй. Так. Пора добавлять пиво. Сюда его. Отлично. Надо дождаться закипания. И варить, томить при энергичном кипении. То есть основная цель выварить все вкусы и ароматы из овощей в пиво. То есть экстрагировать их. Но я могу уже заняться мясом. Сразу немного присолю. И на сковороду. Опять растительное масло. И пусть нагревается. Плита у меня индукционная, греется быстро. Что касается посола. Да, если вы посолите кусок мяса за 20 минут, за полчаса до момента приготовления, до начала тепловой обработки, оно выделит сок. По сути потеряет его. А если вот так, непосредственно перед готовкой, то можно вообще не морочиться. Пусть обжаривается. Но напомню. На гарнире собирался подавать картошку и яблоки. И вот яблоки я тоже хочу слегка карамелизовать. Поэтому нарежу их дольками. Вот такими. Их можно обжаривать отдельно от мяса, а можно вместе. Что касается сорта. Мне нравятся твердые, сладкие, либо кисло-сладкие. Мягкие тоже неплохие, но при тепловой обработке они норовят расползлись в кашу. Мне это не по вкусу. Картошку, кстати, тоже нарежу такими же дольками для единообразия. Чтобы в тарелке был порядок. Как себя чувствует свинина? Отлично себя чувствует. Ну, просто отлично. Ну, и сразу сюда идет гарнир. Теперь пора возвращаться к соусу. Во-первых, надо процедить. Если не хотите, можете не заморачиваться и подавать соус в пейсе с овощами. Ну, я уже говорил, да? Я же буду без них. Мне надо соус загустить и довести его до вкуса. Для загущения я использую чайную ложечку без горки крахмала. У меня кукурузный. Кстати, наверное, и картофель не подойдет. Добавлю сюда апельсинового сока. И лимон. Половинки, наверное, хватит. У вустерского соуса, опять же, классная канистрочка. Правда? Думаю, что столовой ложки хватит. Процеженный соус возвращаю на сковороду. И сюда отправляется смесь крахмала, апельсинового и лимонного сока, вустера. Вот так. И перемешать. И как вишенка на торте, ложечка концентрата красного мясного ульюна, замедляса. Я же вам показывал уже, как его готовлю. Если кто не видел, щелкайте в углы, смотрите. И лимонного уксуса. Можно бальзамика. Я обычно нахудаю конец, главное, чтобы ароматный был. Все. При непрерывном помешивании довожу до желаемой густоты. Выпариваю. Крахмал сейчас разойдется, даст свою киселеобразность. А вы же пока можете для памяти пройтись по основным этапам готовки. Все запомнили. Молодцы. А я успел уже и соус загустеть, и сервировать. Вот такой натюрморт получился. Да, согласен. Свинина простецки пожарена. Гарнир тоже ничего особенного. Но вот соус. Вы посмотрите на это чудо. Это фантастика. Так, пора уже снимать пробу. Кусочек мяса. В соусе. Естественно, на последних этапах его нужно выправлять на вкус. Солью, сахаром, может быть, винным уксусом дополнительно. На ваш вкус. И надо создать... Не могу держаться. Он чудовищно насыщенный. Он яркий. Кисло-сладкий. Пивной аромат. Имбирь ощущается. Острота. Просто какая-то фея вкусов и ароматов. Кусочек картошки. С кусочком яблока. Комплект. Неправильно. Нужно кусочек свинины и кусочек яблока. Потом кусочек свинины и кусочек картошки. И так чередовать. Потому что свинина, ну, она сама по себе достаточно такое пресное, нейтральное мясо. И сладость, кисло-сладкость яблока прекрасно его теняет. Тут соус на себе тянет это блюдо полностью просто. Просто фантастика. Обязательно приготовьте его. Не обязательно удалять овощи, как я это сделал. Можно и с овощами подавать. Будет, конечно, не так по-ресторанному, не так эффектно. Но вкус от этого хуже не станет точно. Консистенция, да. Будет там что пожевать. Но здесь он такой гладкий. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Отдельно просто обязан сказать огромное спасибо Самури за предоставленные ножи и за спонсорскую помощь, благодаря которой я могу снимать так регулярно ролики и, надеюсь, радовать вас. Спасибо вам за ваши лайки-дизлайки, за активность на канале. Это помогает каналу расти и привлекать рекламодателей. Спасибо за компанию. Всем пока.